МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! На вопрос, что такое бальзаковский возраст, одна моя знакомая отвечает. Это когда замуж поздно и не берут, а умереть еще рано. Тема нашей сегодняшней программы «Трудности бальзаковского возраста. Хочу оставаться молодым». АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте! Но в начале программы, как обычно, я хочу представить гостей нашей студии. Профессор, врач-геронтолог Владимир Ховенсон. АПЛОДИСМЕНТЫ Директор агентства по подбору персонала Ольга Чеботкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Психолог Влада Титова. АПЛОДИСМЕНТЫ Певица Илона Броневицкая. АПЛОДИСМЕНТЫ И художественный руководитель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, режиссер Рудольд Давидович Фурманов. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша первая героиня в первый раз задумалась о своем возрасте, в общем, никаком не фатальном, когда ей было 38 лет. Потому что именно в этом возрасте ей в первый раз отказали в приеме на работу, сославшись на то, что в паспорте у нее какая-то неправильная дата. Встречайте Диану. АПЛОДИСМЕНТЫ Диана, ну я как понимаю, дело не в том, что паспортист ошибся и написал вам там что-то не то, что надо было. А вам действительно было 38 лет, вы искали работу, и как все это произошло? Вы знаете, мне очень нужна была работа денежная, поэтому, наверное, это была изначальная ошибка. Я пошла работать секретарем-референтом. В 38 лет? Это было то, что? Боже мой, что ж вас понесло в 38 лет работать секретарем-референтом? Я говорю, что это была ошибка. Это была ошибка. Ну и как? И вам сказали, старовато ты, матушка, поглядев на вас такую прекрасную для работы секретаршию, правильно я понимаю? Нет, прямо, конечно, это не звучало, но это читалось на лицах. Как правило, это были не начальники, а молодые ребята, менеджеры по персоналу. А, то есть вы ходили в агентство. К 38 годам люди обычно имеют работу. Почему вы вдруг начали ее искать, да еще, в общем, такую достаточно молодежную? Ну, предыстория вообще такая. Да, у меня образование музыкальное, я работала в музыкальных школах. Потом мы поехали с мужем на трассу, он газовик, и 14 лет я колесила за ним, как декабристка. Это похвально. Да, спасибо. А потом мы вернулись в город, ребенок пошел в первый класс, и работу нужно было менять. Педагогическая деятельность не дает больших денег. И мне посоветовал друг, чтобы я закончила школу, высшую школу секретарей-референтов. То есть в ваши 38 лет вы пошли снова учиться? Да. Вот с девочками, красавицами прекрасными. Это такие в основном блондинки с ногами от шеи и волосами до середины попы примерно. И вы там среди них, значит, как-то и лет вам 38, и жить вам неохота, правильно я понимаю? Нет, жить мне была охота всегда. Ага. Все остальное было, кроме возраста. Ну, не блондинка, но очень хорошенькая брюнетка. Мне казалось, что у меня есть набор качеств, которые позволят мне работать секретарем. Исполнительный, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но не удалось? Нет. И слава богу. Не удалось именно в силу возраста? Да. Вам отказывали? Да, ну, конечно, прямого не было ответа, что вы такая старая, поэтому мы вам отказываем. Просто отказывали. Я понимала, почему. Ольга, просветите нас. Вы набираете персонал во всякого рода структуры. Такое возможно, что отказывают из-за возраста. Говорят, старая ты карга, иди домой. Надо было в другое агентство идти сразу. Это первое. Хороший совет. А если во всех откажут? Тогда надо просто менять то, куда вы хотите идти. Не надо, значит, идти в 38 лет в секретарии. Сколько это лет назад было? 10 лет назад. Я так и думала, честно говоря, потому что просто ситуация очень сильно изменилась на рынке труда. За последние 10 лет. Ольга, а почему человек 38 лет, вменяемый, образованный, красивый, не может пойти устроиться, куда он хочет? Секретарь, это все-таки не президент. Президента надо выбрать. А секретаря вроде и выбирать не надо. Он пришел и готов делать. Нет, я думаю, что это просто происходит непрофессионализм людей, которым попала наша героиня. Потому что и тогда, и 10 лет назад требовались определенным людям и на определенные позиции секретарей 38 лет. Я ведь правильно понимаю, Диана, вам ведь отказали ни в одном месте, ни в двух, ни в трех. Конечно, это был очень непростой период. Вы просились на работу, вам все отказывали. То есть, вы хоть все были непрофессионалы. Рудольд, да. Тогда, уважаемая Диана, пришла к нам сегодня на разговор. Она сказала одну такую фразу, которую вы все упустили. Я искала денежную работу. Значит, почему я буду защищать работодателя? Только потому, что я сам работодатель. Я сегодня в театр, уникальный домашний театр. Я не могу найти уборщицу, потому что те приходят, говорят, я хочу 8 тысяч, я хочу 12 тысяч, а работаю по полтора часа. Я не знаю, может, Диана хотела 40 минут работать с секретарой референтом. Мы об этом сегодня не говорим, понимаете? Не, не говорим. Может, она пришла и сказала, вы знаете, я хочу получать тысячу долларов. У меня есть формула такая. Хорошая работа, хорошие деньги. Очень хорошая работа, очень хорошие деньги. Плохая работа, плохие деньги. Знаете, не совсем так все обстояло. Вы просто вспомните, какие-то были годы 97-98. Это было очень сложно для страны, очень сложно для работодателя. Не брали никого. Ольга. Ну, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что с позиции секретаря там такая вот ситуация. Этим человеком руководитель хочет управлять. Управлять легче неопытным человеком, да? Потому что ты для него всегда будешь авторитетом. Для человека, имеющего жизненный опыт, руководитель не всегда может быть авторитетом, правильно? Он может даже что-то подсказать руководителю. И это некоторыми руководителями воспринимается как великое благо. Вот сейчас, например, у нас несколько таких позиций в работе. Мы ищем личных ассистентов очень высокопоставленным топ-менеджерам. Так вот, они спросят старше 35 лет. Почему? Потому что им нужны люди, которые будут им помогать. Это личный помощник, это не секретарь. Ну, то есть мы можем сказать... А вы сейчас не хотите? Всем, кто хочет трудоустроиться, да, что существует некое изменение, да, на рынке труда. Да. А начальники неожиданно прозрели и стали обращать внимание на профессионализм и деловые качества. Да, абсолютно неправильно. Владимир, скажите, пожалуйста, что такое социальная старость? Есть ли такое понятие? И в чем оно выражается? В общем-то, такого понятия, я бы сказал, нет. Старость всегда индивидуальна. Вот я просто вспоминаю вот недавнее торжество юбилей режиссера Любимова, которому 90 лет исполнилось. Да, и вы знаете, вот это очень яркий пример в отношении вообще активного долголетия и для всех, даже молодых здесь сидящих. Да ладно, какое что? Активное долголетие? Я себе сразу представляю академика Микулина, который бегает по парку в спортивных трусах, да. А какое долголетие у любимого? У любимого работа, дети, жены, театр. Это не долголетие, это жизнь целая. Вот вам и пример правильного социального подхода. И таких примеров громадное количество. А в чем социальность этого подхода? Социальность, это прежде всего, конечно, положение в обществе, твое место в обществе, чем ты занимаешься. Но когда к 38 годам любой нормальный человек должен уже нечто иметь и кем-то быть. Ну, нормально, я была. Ну, так получилось, да, что человек работал. Это больше как исключение, понимаете. Поэтому образование, воспитание, все это формирует, как вы говорите, социальную старость. Чем оно все выше класса, тем более старость отодвигается. Вот и все. Диана, а вы когда получили диплом по окончании вот этих ваших курсов, вы выдержали все это? Вот у меня написано в сценарии, что вы даже язык выучили, да, английский, то есть старалась изо всех сил. У меня был красный диплом. И тут вот такая произошла, вообще говоря, канитель с тем, что вас не берут на работу. Вы что стали делать, да? То есть ломиться на место секретаря был бессмысленно. Я потратила определенное время на поиски работы. Я поняла, что этого не получается. Я стала искать в другом месте. И, слава богу, свою работу нашла. То, что мне сейчас нужно, то, что мне нравится, я буду этим заниматься, пока шевелюсь. Я преподаю танцы. Давайте поаплодируем этой прекрасной женщине, преподающей танцы. Влада, а у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть вот такой вот момент, что прекрасная наша Диана, несмотря на всю свою прекрасность, просто не выдержала какой-то конкуренции или нет? Возможно. Но Диана, на мой взгляд, бросила серьезный вызов тем шаблонам, которые имели место 10 лет назад. Да! Дайте опять поаплодируем. Серьезный вызов того стоит. Вы, Диана, не могли не догадываться в тот момент, 10 лет назад, что в едва-едва складывающемся обществе требование к секретаршам было именно возраст молодой. Тогда это была такая кукла Барби, которую модно, удобно было держать при себе. Никто на профессиональные интеллектуальные качества здесь особого внимания не обращал. Владимир, есть профессии, в которых существуют железные возрастные ограничения? Критерии возраста существуют. Это, прежде всего, конечно, военная служба, МЧС и так далее. Ну, ряд таких служб, те же газовики, вот я этим занимался, вахтовый метод в Сибири и так далее. Там, на месте, хорошее здоровье. И та же металлургия, горное дело, очень много. Поэтому требования к возрасту были, всегда были и будут. Но мысль ужасная, мучает меня. Да что ж тогда всем нам делать-то? Вот я прошу прощения, никому из нас с вами, девочке и мальчике, не 20 лет. И что такое, мы все должны опасаться, что нас послезавтра всех выгонят с работы, потому что мы уже переросли возраста определённый. Это не совсем правильное такое мнение. Вот, давайте его сломать. Общество вообще становится взрослее, люди, ну, так скажем, более старшего возраста активно участвуют в жизни, ну, в различных её областях. Вот даже, так сказать, в Европе сейчас такой лозунг объявлен, что старшее население, ну, берём, что-то постарше, там, за 60 лет, что это не балласт, а ресурс. Понимаете? Вот у нас в Петербурге, пример. У нас всё впереди, мы не балласт, а ресурсы. Да, миллион людей старше 60 лет. Рудольф Дович, я человек немолодой, мне через несколько дней будет 69 лет. А вы себя чувствуете ресурсом или балластом? Я себя чувствую ресурсом, потому что я создал театр. И театр посвятил всю свою жизнь. Я помню, когда мы, молодые, с Вадимом Медведевым, известным артистом, участвовали в одной концертной программе с родителями Илоны. Это было в Доме офицеров, молодая Эдита Пьеха, Броневицкий, второе отделение. А мы в первом отделении, Вадим Медведев, Валентина Ковер и я. Вы режиссёр, и эта профессия не зависит от возраста решительно. Актёры, к сожалению, наверное, зависят. Актёры? Что же делать-то, если вот ему уже 70, а он ещё Гамлета не сыграл? Ну, вы знаете, во-первых, я вам скажу такую вещь. Им как нужно себя вести, чтобы оставаться в обойме? Это штучная профессия. И Райкин выходил на сцену в 77 лет. То есть рецепта нет? Абсолютно. Нет рецепта? Лавров сыграл за две недели до смерти, в марте. Я с ним ездил на похороны Ульянова вместе, в Москву туда. Я говорю, Кириллович, зачем вам ехать? Вы плохо себя чувствуете? Он говорит, нет, я поеду. После этого он сыграл в Киришах у своих спонсоров спектакль «Квартет». За две недели до смерти, в 82-м году жизни, понимаете? Понимаю. Здесь рецептов нет. С гениями сложно очень равняться. Велиминов. И это целая, на самом деле, история, про это можно поговорить отдельно. Сегодня артист театр комедии, но по каким-то физиологическим устройствам, понимаете, усталость, ему выходить на сцену нельзя. Поэтому он нашел преподавание, у него курс замечательный, понимаете? Поэтому, если выходит артист на сцену в 80-90 лет, или как Анненков, 98 лет, его несли на руках и в кресле, и все трясется, там у других артистов, то это невозможно смотреть. Это такая профессия, где вовремя уйти со сцены. Можно преподавать, передавать свой опыт, но зритель должен видеть артиста, которого он знает. Ну, вот, собственно говоря, рецепты и есть. Да, вовремя уйти, несмотря на этот бальжакский воздух. Вовремя уйти. Извините, я вам скажу одну еще вещь, страшную вещь. Это мой друг Валерий Золотухин, приготовьтесь, сказал, что в этой страшной профессии еще надо вовремя умереть. Пауза, да? Я открыл рот и говорю, как? А вот так. Какой, говорит, был популярный Ираст Павлович Гарин? Просто, вы не представляете, 40-е, 50-е годы, какая была популярность. Потом это все ушло, как у Ладынина и так далее, и на похороны ушли две старушки с Мосфильма. Это очень печально. А когда Высоцкий умер, говорит мой друг, то вся Москва... Не, вот насчет вовремя умереть, это вообще кошмар, потому что жить надо всегда, и не обязательно быть популярным. Мы говорим про штучную профессию, мы говорим о другом. Понимаете? А у вас есть какие-то рецепты, да, как оставаться прекрасной и молодой? Вы прекрасная и молодая девушка. Ну вот, говорят, возраст. А я вдруг сейчас вот подумала, что я ведь никогда о нем даже и не думала. То есть, ну, я не знаю, я пока не почувствовала еще, я не успела. Ну, Вам же сказала Татьяна, Вы молодая девушка. Вот мне сказала Татьяна, я уеду и, может, умру вовремя. Потому что я теперь буду уже знать, что я... Вот есть такая история, жизнь с удовольствием. И я вижу этих людей, которые живут с удовольствием. И у Александры Николаевны Пахматовой недавно спросила, которая абсолютно молодая, абсолютно с удовольствием на золотой свадьбе. Вот. Я говорю, а что вы сейчас чувствуете? Она говорит, Илона, ты знаешь, ну вот, ну, может, иногда чуть-чуть тяжелее что-то делать. Потом так задумался, говорит, да хотя нет. Вот и все. Замечательно. Вот и все. Далеко не уходите. Реклама на пятом канале. Вот вы у Олега Павловича Тавакова молодая жена, а у молодого человека нет. Что с мальчика взять? Ни квартиры, ни машины. Вам не скучно вот с этой, которая ля-ля-ля-ля-ля-ля и с бантиком? Всегда есть, кстати, чему поучиться и у молодых. А мы забыли об этом слово любовь. Диан, вот видите, сколько на самом деле рецептов, да, нам с вами, женщинам? Я тоже самое могу рассказать. Жить с удовольствием, не обращать внимания на возраст. И в общем, что я считаю совсем неплохо сейчас было сказано Ольгой, выбирать правильные профессии. Это совершенно замечательно. Мы можем ошибаться. Вы сейчас на месте себя чувствуете? Абсолютно. Я тоже никогда не задумывалась о возрасте. Может быть, еще и поэтому это была ошибка. А сейчас уже задумываетесь? Нет, конечно. Замечательно. То есть это самое главное. Можно пережить любой возраст, хоть он 33 раза бальзаковский, если о нем не думать. Но тем наша сегодняшняя программа не позволяет нам надолго отвлечься от бальзаковского возраста и совсем о нем не думать. Поэтому мы и наши корреспонденты вышли на улицу по традиции и спросили людей о том, как они считают, можно сохранить молодость уходящую, когда она уже почти позади. Давайте посмотрим сюжет. Трудиться, бегать. Быть всегда веселым. Правильное питание. Если не впускать в себя ничего плохого, то и молодость останется. Позитивный подход ко всему. Смех, вливать жизнь. Нужно вести здоровый образ жизни, не пить, не курить, заниматься спортом. Физкультура, заниматься собой и все. Не терять чувство юмора. Да, наверное. Просто. И чем-то быть занятым вообще надо, обязательно. Добрым и счастливым по жизни нужно быть там внутри. И тогда будешь молодым. Когда человек чувствует себя молодым? Конечно же, когда он влюблен. Особенно, когда ему всего 37, а ей уже 20. Встречайте нашего следующего героя Виталия. Здравствуйте. Я, насколько понимаю, у вас какая-то разница в возрасте существенная с девушкой в вашей жизни. Это правда? Или это... Ну, все в этом мире относительно. Если говорить, там, да, порядка на 15 лет. Но у Рубенса, например, больше было. Нет, про великих нам сейчас все уже рассказали. Да, о великих мы сейчас не будем упоминать. Я тоже великий, поэтому почему бы и мне так. Но я не чувствую, что это такая большая разница в возрасте. Например, Земля, там, 6 миллиардов лет, а человечество... Нет, подождите, 6 миллиардов, это мы сейчас не осилим все 6 миллиардов, а проанализировать. Это ваше осознанное решение, да, что вот я влюбляюсь только в молодых. Да. А почему? Они глупые. Молодец просто. Молодец, да, молодец. У меня родится с женой последней, 31 год. Не последний, зачем вы так говорите? Я на нас пошли. И дочери 4 года. Рудольд Давыдович, ну и прекрасно. Молодец просто. Молодец. А почему вас привлекают барышни такие юные? Ну, в действительности, наверное, специфика моего характера, быть более, так сказать, активным, подвижным и видеть, естественно, свою спутницу такой же активной и подвижной. А мы что, не активные? Мы не подвижные? Мы не подвижные? С броневицкой-то мы, шо ж такое? Нет, вот скажите, вот сейчас вы лукавите, сдается мне, да? Вот сдается мне, лукавите вы, Виталий. Потому что вряд ли, когда вам был 21 год, барышню вы выбирали из трехлетних и думали, вот она подрастет, когда? Тогда-то я активна и подвижна. С ней что-нибудь такое активна. Мы слепыли, мы слепыли, кстати. А если бы так? А у вас была жена вашего возраста, правильно я понимаю? И вы расстались с женой вашего возраста? Тогда я тоже был молодой. А сколько вам было лет? 29 лет. А жене вашей сколько было лет? Ну, 27. И вы вот кинулись, как в омут с головой, в романы с молодыми девчонками. Зачем? Мне захотелось видеть в своих отношениях человека более непосредственного и менее загруженного жизненными проблемами. А про это Аркадий Сахчарайкин очень хорошо говорил. Закрой рот, дура, я уже все сказал, глядя на свою жену. И вам это нравится, да? Нет, мне не нравится глупое. Я, естественно, общаюсь с девушками, которые имеют взгляды на жизнь, но в то же время они юны, может, по своему возрасту. Влад, может такое быть, что человек, обжегшись на браке с ровесником, с ровесницей, потом ищет как бы легких путей? Потому что понятно, что маленькая девочка, ля-ля-ля-ля-ля, бантик на макушке, ничего не надо ей. Нет, я не злой, я добрая в жизни. Мы их не любим. Или я неправильно понимаю? Может быть. Мне кажется, вы очень недалеки здесь от истины. Мне вот интересно очень было бы спросить о том, чем вы занимаетесь в жизни, каков род вашей профессиональной деятельности. Не ищете ли вы где-нибудь еще подтверждение своей молодости в душе, что вы остаетесь вечно на рубеже где-то 20-25 лет? Вот очень интересно было бы узнать. Да, именно так. Сфера деятельности у меня юриспруденция, может, в этом как бы нет. Но у меня есть хобби. Это занятие спортом. Я занимаюсь волейболом. И, наверное, действительно... А на веревке вот с моста не прыгаете? Нет, не прыгаете. Как называется этот спорт? Это еще впереди. А, это впереди, да? Это к 70 ближе начнется, да? Да, на пенсии, так скажем. Оставим на пенсии. Но есть у меня хобби, которое действительно связано с молодежной культурой. Я профессиональный диджей. Вот. И работаю в этом направлении. Пишу миксы, выпускаю диски. Работаю в ночных клубах, в суши-барах. Езжу на гастроли, выступаю. И, естественно, как бы действительно вот это... Такого может быть молодая жена, а молодого человека нет. Да у всех могут быть молодые жены, у всех. А у нас с Илоной будут 17-летние мужья. И я считаю, что мы сделаем всех. Виталий, а вот такой вопрос у меня, такой тоже чисто женский, потому что, понимаете, если вас всех таких успешных 37-летних расхватают, девочке 15-летней на мою долю ничего не останется. Вам не скучно вот с этой, которая ля-ля-ля-ля-ля-ля и с бантиком? Ну, моя девушка не ля-ля-ля, она с золотой медалью закончила институт. Вот, поэтому уже не ля-ля-ля. И в действительности всегда есть, кстати, чему поучиться и у молодых, и у юных, как вы говорите, ля-ля-ля. Я вообще у детей у своих учусь в таких случаях. Ну, вот тому, чему он хочет. Владимир, вот у меня тоже сын, вот он учится сейчас в Англии. И вы знаете, я тоже у него часто учусь. Да, определенный консерватизм у старшего возраста, в общем-то, есть. Ну, начиная, как говорится, от компьютера и кончая всякими технологиями и так далее. Приходится за этим, конечно, гнаться и быть в курсе. Но, вы знаете, как-то вот у молодежи это получается быстрее и легче. Вот, вот, видите, туда. Ну, ведь у вас тоже не все гладко, насколько я понимаю, да? Девушки-то тоже куда-то от вас убегают. И говорят, пойдем искать мы все-таки тех, которые с нами вместе будут прыгать, а Эд пусть идет в свою юриспруденцию сидеть там. Нет, ну, тут больше проблема, наверное, серьезности отношений. То есть мы, как взрослые, мы желаем еще серьезности отношений. Да, то есть девушки не готовы строить с вами серьезные отношения. А это проблема. В чем такая проблема существует, Владимир? Ну, вы знаете, вообще-то вот я, слушая уважаемого нашего гостя, я бы сказал так, что по поводу женщин. Истинная женщина возраста не имеет. Это вот то, что пришел, я такой мысли. Поэтому, вы знаете, я недавно вот разговаривал с одной дамой, ну, которая за 50. Но вы знаете, ее внешность, осанка, одежда, речь. Я просто поразился. Это просто интересная личность. Поэтому, прежде всего, надо видеть в человеке не женщину-мужчину, а личность, которая способствует твоему развитию. Все-таки, почему девочки идут к мальчикам, хотя, вроде бы, есть теория распространенная, да, что каждая девочка мечтает выйти замуж, стоять в фате на себя смотреть. И партнер-то, в общем, приличный, посмотрите на него, он нам всем нравится. Вы знаете... А в чем тут дело? Я с вами не совсем согласен. Дело в том, что большинство современных девочек не очень желает такой, так сказать, ну, что ли, официальной дружбы с мальчиками. Они смотрят, кого бы там постарше. Что с мальчика взять? Ни квартиры, ни машины, там, ни того-сего. Взять. Поэтому... Взять. Да, а умная девушка для своего развития, ей требуется определенный потенциал развития. Сейчас трудно заклеймит нас позором. А вы знаете, в чем дело? Как говорил Аркадий Исаакович, что такое любовь? Это когда мотылек тянется к бабочке, а бабочка адекватна к мотыльку. А мы забыли об этом слову «любовь». Конечно. А вы про квартиры. Да, но, но, но. Любая любовь, я говорю о прочности любви. Вы знаете, что у нас процент разводов более 50%. И именно в этой категории большая часть людей молодого одинакового возраста, которые средний брак, длительность брака не более двух лет. Вот это еще социальный момент. Поэтому это большая проблема. Мальчик-девочка. А вот браки, где разница в возрасте, чем больше, тем более прочны браки. И это пришло к нам с запада. В Европе, как правило, разница в возрасте более 5-7 лет. Владимир, расскажите, пожалуйста, юные партнерши или партнеры, это с медицинской точки зрения на самом деле способ поддерживать собственную молодость? Или это какие-то выдумки со времен царя Соломона? Все живое имеет биополе. Другое дело, его трудно измерить, но это существует. И не зря царю Соломону в постели много-много молодых девушек по вечерам приводили, чтобы они там лежали вместе с ним. Ну, может, по утрам, мы не знаем. Да, может, по утрам, по ночам, неважно. И эта разница в возрасте, она активирует более старшего человека. Однозначно. И вот в вашем примере, совершенно верно, 31 год. Прекрасно. Можно позавидовать, как говорят. Все это очень интересно, но на нашем канале реклама интересна тоже. Чувства ускользающей молодости, вероятнее всего, присутствуют у всех. Мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. Каждый человек сам себе врач. Надо видеть в жизни максимально хорошего и каждый день, в каждом дне находить наслаждение. Я не боюсь этой жизни совсем. Влад, скажите, пожалуйста, вот это чувство ускользающей молодости, которое, видимо, у всех у нас так или иначе присутствует, сколько бы мы ни бодрились. Как его через себя пропустить и остаться в сознании? Вот, может быть, действительно не замечать возраст? Может, поминутно жениться на молодых или выходить за них замуж? Мы можем говорить об этом или скрывать это, но чувство ускользающей молодости, вероятнее всего, присутствует у всех. И наверняка вы ищете подтверждение тому, что вы интересны молодым девушкам, что они обращают на вас внимание, вы способны среди них выбирать любую. Вот это чувство ускользающей молодости – это подспудный страх. Страх того, что что-то в жизни уже упущено, что поздно быть подающим надежды, нужно уже в чем-то состояться. И, может быть, вот этот страх можно использовать на себя, перестать бояться своего возраста, честно признать его и найти в нем те прелести, которые, безусловно, имеются. А как перестать-то? Вот Виталий перестал, нашел девочку с бантом, одну, другую. Я не перестал, они уходят. А все девочки уходят. Они уже уходят. Ну вы в поиске? А через 10 лет что будет? Вот ответьте мне на вопрос. Через 10 лет вам будет почти полтинник. И подрастут вот эти, которым сейчас по 10. Ого! Да? И что? И все то же самое будет? Или как будет? Как вы это видите в себе? Вы же как-то видите? Я вижу в том, что необходимо найти семью, создать действительно, построить отношения, которые будут действительно настоящей семьей. Через 10 лет будет уже почти полтинник. Через 20, а время для поднятия, так сказать, ребенка, например, на ноги, это уже 20 лет. А он уже мне 6 лет. То есть он только будет становиться на ноги, а я уже буду пенсионером. И эта проблема, конечно, существует. Чисто мое отношение к данному моменту, это, как говорится, мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. Ну как и женщине. Я действительно чувствую себя молодым. Дайте пожелаем Виталию, чтобы он построил свою семью и не стал думать о том, что это возможно только с 18-летними девушками. Это неправда. Наша следующая героиня прекрасно чувствует себя в бальзаковском возрасте и говорит, что она его победила. Встречайте, Лариса. Лариса, говорят, у вас ребеночек маленький. Вы вообще кормящая мама. Это правда? А сколько вам лет, если этот вопрос вас не обижает? Нет, он меня не обижает. Мне скоро будет 45, а моей младшей доченьке 3 месяца. Ура! Лариса, вы прекрасны, молоды. Вы только что родили ребеночка. Мы сейчас все тут друг другу рассказывали про бальзаковские возрасте. Сколь это ужасно, ускользающая молодость. Всем нам надо побежать жениться кому-то, а кому-то выйти замуж за 17-летних. А вы как поступили? У вас тоже 17-летний муж? Нет. Нет, у меня муж не первый, но любимый. Они у меня все любимые. И моя доченька – это плод большой любви. И, наверное, это объясняет все. Снимает все проблемы, вот так скажем. Нет, ну 43 года вы родили или 44 года вы родили? Страшно было? Страшно. Большая ответственность. Я понимаю, что нужно родить, что нужно вырастить, но я думаю, что мы справимся с мужем, потому что мы молодые. Отлично. Смотрите, вы работаете или вы вот такая домохозяйка вся из себя прекрасная? Нет, вы знаете, я работаю, и я прервала работу вот на 4 месяца, которые дают сейчас, вот секретные вместе с послеродовым 4 месяца. А не страшно вам было, что вы на работу не сможете вернуться? Что начальник вам скажет, что мало того, что ей 44, так она еще и родила? Сейчас все начнется. Здесь у нее будет бюллетень, там она поедет делать прививки, потом она повезет ребеночка на море, потом заболеет бабушка, потом все сначала. И вы уже не вернетесь на работу никогда, вы там никому не нужны. Вы и так перестарок, как Диане-то говорили нашей. Да еще и с ребенком перестарок. Дело в том, что я уже довольно давно сама руководитель, и мне некому это говорить. Отлично. Слушайте, вы знаете, вы сейчас внушаете оптимизм и радость абсолютно всем, кто на вас смотрит, и зрителям в студии, и зрителям у телевизора, и лично мне. Вы начальник чего-то, правильно я понимаю? Я руководитель, я исполнительная власть, скажем так. Я руководитель, директор государственного интервентарного предприятия. И я давно работаю именно на руководящих постах, ну давно, это больше 10 лет, скажем так. И вы не боялись, что вы потеряете бразды правления, упустите, я не знаю, какие-то командировки. Я все продумала, я все организовала, у меня прекрасные помощники на работе. И я могу сказать, что мне вообще по жизни, может быть, везет. Но так получается, вокруг меня очень много хороших людей, очень много. И поэтому я точно знаю, что там, где я не справлюсь сама, там я обязательно оглянусь вокруг и пойму, кто сможет мне помочь, подсказать. Я не боюсь этой жизни совсем. Ура! Влад, скажите, как психолог, психологу, к концу этой программы я тоже буду психологом. Вот такой способ, который Лариса предлагает. И это, по-моему, самое замечательное, справиться с бальзаковским возрастом. Отличный способ, и я восхищаюсь вами, Лариса. Слушая вас, я вспоминала одно выражение, которое, по-моему, сказал Марк Твен. Он сказал, лишь очень немногие люди живут сегодняшним днём. Гораздо большее число людей готовится жить позднее. Вот, глядя на вас, я точно знаю, что вы получаете удовольствие от каждого момента настоящего. Вы не живёте переоценкой и критическим переосмыслением прошлых каких-то ошибок. Боязнью будущего. Боязнью будущего, а там каких-то выстраиванием огромных грандиозных планов. Вы вот здесь и сейчас. Это большое счастье, что вы умеете жить в этом моменте. И мне кажется, это самый хороший рецепт, как оставаться молодым. Абсолютно. Владимир, а как ещё можно приостановить биологические часы человека? Да, пожалуй, это самый главный вопрос. Как сохранить молодость? Да вот он нам сейчас и расскажет. Да, да. Вы знаете, вообще-то старение начинается с молодого возраста. Да, пожалуй, даже с рождения. Это верно. А что такое? Жизнь, старение. Затяжной. Да, затяжной процесс. Но, тем не менее, чем раньше человек начинает волноваться о здоровье, тем это лучше для него. Причём серьёзно волноваться. О чём идёт речь? Это своевременные исследования. То есть поиск возможных причин, как не заработать рано-болезнь. Очень важна генетика, в частности. И вот, знаете, вот раньше была очень хорошая такая мода, скажем так, вот генетическое дерево. Знали там дедушка, прадедушка, там пять поколений, десять лет. Кстати, в России, в царской России, прежде чем выйти замуж или жениться, всегда спрашивали, были вот эти так называемые свахи. Они не просто там искали. Да-да, не болел ли кто подучий, не был ли заперт в сумасшедший дом. А они вели эту летопись родословную и говорили, знаете, вот если вы хотите на той девушке жениться, у неё в семье там была эпилепсия, это вам нежелательно. И многие роды дворянские занимались, если хотите, евгеникой. Они отбирали лучших, красивых, умных ребят. Даже неважно, какое состояние у них было. Все волновались о своём продолжении, о качестве. Нет, давайте к часам. И вот к часам. Так вот, часы начинаются от генетики. Так вот, эту генетику уже сегодня можно определить. Есть только понятие генетический паспорт. Каждый может знать возможную причину, риск того или иного заболевания. Это главное. Я считаю, каждый человек сам себе врач. И только он, никто за вас ничего проблем не решит. Каждый должен думать и в силу своего развития волноваться о своём здоровье. Спасибо, спасибо вам большое. Рудольф Далыч, скажите, пожалуйста, мы вот сейчас говорим о возрасте, как о каком-то неизбежном зле, которое должно рано или поздно всех нас настигнуть. И мы как-то вот, кто-то в институте геронтологии, кто где, кто-то с девушками молодыми, с ним борются. А может быть, возраст – это украшение человека, особенно мужчины? А не только мужчин, но и женщин. Моя близкая подруга, известная многим, Нателла Александровна Товстоногова, вдова Евгения Алексеевича Лебедева и родная сестра Товстоногова. Ей 82 года. Я недавно... У нас в театре был её бенефис и так далее. Как она выглядела, когда она пришла в роскошном платье-декольте, Галя Волчин сказала, «Господи, Нателла, ты меня убил этим платьем, тебе 20 лет». Понимаете? Она личность. И мне показалась... Лариса личность. Она сказала такую фразу, она, извините, Лариса, «Меня окружают хорошие люди». Так вот, Мария Владимировна говорила своему мужу Минакеру, отцу Андрея Миронова, слова, «Саша, к тебе тянутся хорошие люди, ты как крючок. Так вот, вы хороший человек, если к вам тянутся хорошие люди, надо быть добрее, понимаете, не злым». Тогда и в 80 лет жизнь будет красивая. Прекрасно. Илон, да, а с вашей точки зрения, существует ли вот это пресловутое средство макрополоса? Я хотела сказать, я тоже заметила вот это, вот меня окружают хорошие люди, это значит, это взгляд на жизнь. Человек в жизни видит и выделяет хорошее. То есть человек живёт с удовольствием, это я продолжаю свою историю. Я недавно подумала, очень многие говорят, что вот эти чёртовы там бомжи, вот они пьют, а всё равно что-то живут, не умирают. А я думаю, вот человек выпил, ему же хорошо. Он поэтому и не болеет даже. То есть если можно не пить и чувствовать, что всё хорошо. Попогода и алкоголя наша программа не занимает. Нет, я про то, что надо себя, ну я не знаю, может быть, это свойство такое, надо видеть в жизни максимально хорошего и каждый день, в каждом дне находить наслаждение. А вы что хорошее видите? Что вы видите? Ну вот скажите, всё. Ну и да, вот бывает с утра солнышко вот так, луч вот вдруг в окно, и там пылинки пляшут. Здорово. И успехи твоей мамы. Это тоже радость. Что же, а сына? А сына? Да нет, да нет, ну просто, я на самом деле, я не знаю, я может быть просто, вот я так чувствую, что мне нравится жить. И особенно сейчас, потому что я стала умнее, чем в 20. Ура. Да. Бороться с возрастом бессмысленно. Он всё равно нас победит. Никто, к сожалению, из нас не молодеет. И к финалу мы все движемся, а это значит, что к старости, не только к финалу нашей программы. Есть песенка хорошая, в которой говорится, что 50 – это так же, как 20, ну а 70 – так же, как 10. Мы обретём любовь, найдём работу, родим новых детей, когда вырастут старые. И мы точно знаем, что всё можно изменить, пока не идут финальные титры. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо за это. У Саши был спектакль, а у Маши был первый зуб. И Саша ушла в 5 часов вечера в театр и вернулась там в районе 12. Вот представь себе, да, ну ты наверняка это тоже проходила. С 5 часов до 12, 7 часов, ребёнок орёт. Он не замолкает ни на секунду, вот так. И по новой, да. Ничего не хочет, всё время орёт. И красного цвета вот такая. У нас старший сын, он как только родился, он начал орать, наш первенец, да, и перестал орать, когда ему стукнул 3 года. И нам страшно было себе представить, что у нас когда-нибудь будет второй ребёнок. И у нас есть второй ребёнок, а у вас? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова